Лекторы с воодушевлением рассказывают о том, чего удалось достичь в стране за 20 лет своего существования. Гордиться есть чем. Южная Корея за первые 20 лет суверенного развития ВВП на душу населения вырос всего в три раза. В Малайзии в два, в Сингапуре в четыре, в Венгрии в пять, в Польше в четыре, у нас в 16 раз. По квалификации Всемирного банка Казахстан вошёл в группу стран с уровнем доходов выше среднего, а по оценкам британских специалистов из 25 самых динамичных экономик первого десятилетия 21 века Казахстан занимает третье место, пропустив вперёд лишь Китай и Катар. Чтобы и дальше не снижать темпов развития, стране необходимы хорошо подготовленные молодые кадры, которые будут двигать экономику. Но сегодня, по словам участников круглого стола, большинство вчерашних студентов не работает по специальности, а торгует на рынках. «Было бы не обидно, если бы для этих молодых специалистов не было рабочих мест. Но ведь дело в том, что многие из них либо не знают о том, что государством специально разработаны программы для их трудоустройства, либо не хотят работать по специальности. А значит, государство зря потратило на них время и деньги. Поэтому по заказу Управления внутренней политики мы и организовали эту встречу, чтобы обсудить все стороны проблемы». Участники круглого стола рассчитывают на то, что совместными усилиями смогут убедить молодых специалистов применять полученные знания на пользу стране. В основном, современные кадры нужны на селе, считают собравшиеся. Там для специалистов всех направлений работы очень много. Ирина Притула, Николай Иванов, Талгат Примкулов, информационная служба телекомпании «Отерар».